Ё-моё, вот это аппарат! Господи! Здравствуйте, тут человеку совсем плохо. Всем привет, ребята, с вами Механик! Сегодня мы с вами начинаем новую жизнь на сервере GTA 5 Red Age. Ссылка на сервер находится в описании, также там описание, как начать играть. И, как видите, здесь я играю за такого персонажа. Его зовут Борис Ворон. И ему чуть-чуть за 40 лет, у него потрепала жизнь. Он из бывшего постсоветского пространства. Только приехал в Америку, в Новый Штат. Как видите, ему достаточно тяжело приходится, потому что у него даже штанов нету. Но, при всём при этом, я думаю, что нас ждут с вами большие приключения. Возможно, мы даже соберём свою собственную банду и будем покорять этот город. Друзья, если хотите поиграть вместе со мной и в будущем вступить в мою собственную банду, тогда качайте по ссылочке Launcher Red Age и при регистрации обязательно указывайте мой промокод. Вот так, английскими буквами MEX. И тогда вы получите денег и ещё VIP-ку, VIP-ку на сервере. Поэтому обязательно не забудьте при регистрации ввести промокод. А если вы уже играете на сервере Red Age, тогда вы можете тоже ввести мой промокод. Открываете телефон буквой M и вот здесь себе кнопка «Ввести промокод». Открываете здесь, вводите вот так вот MEX, маленькие английские буквы. Жмёте «Подтвердить» и получаете то же самое. Получаете деньги и VIP-ку. Пользуйтесь, ребята, промокодом обязательно, кто играет на этом сервере. Так как достаточно прохладно на улице, я думаю, надо найти какое-то пристанище себе. В принципе, вот здесь я приехал, это вокзал. Тут есть даже велосипеды в аренду, понимаете, какой сервис. Но мне кажется, надо найти какое-то место для того, чтобы в целом просто переночевать где-то. Эй, дружище, дружище, дружище. Чё такое? Здоровенько, я вижу, ты тоже только приехал сюда. Ну, привет. Тебя как зовут? Руберот, а тебя? Я Борис Ворон. Будем знакомы. Слушай, ты кажешься мне знаком, а мы с тобой нигде не пересекались раньше. Может быть, в каком-то штате. Твой обор уже точно запомнил. Я не понял, вот это комплимент мне сделали, что? Типа того. Слушай, не знаешь, где тут переночевать можно, а то я вот совсем недавно приехал. Да, но мусорных баков тут вроде бы рядом не видел. Ну, твоё жилище я не собираюсь занимать, я хотел что-то более цивильное. Вот туда вот я смотрел, вот те места. Ты как, не знаешь, там вообще живёт кто нет? Да, не знаю, наверное, кто-то живёт. Я тебя понял. Ну, а ты вообще с какими целями ты сюда приехал? Может быть, ты хочешь составить мне компанию, потому что у меня цели грандиозные. Даже сказать нечего. Я вижу, ты парень такой, немногословный, но мне кажется, достаточно крепкий. И предлагаю тебе вступить в мою банду. Что это за банда? Банда парней за 40. А, ну это уже не банда, это кружок любителей. Ну, возможно. Над названием я ещё не думал, но цели у меня действительно серьёзные. Сто лет уже не катался на велике. Прикольное ощущение. Только колено побаливает. Ты что делать-то умеешь? Там столько работ всяких написано, вакансий полно. Может, чем-то занимался раньше, не? Хотя, глядя... На стройке работал. Да? Да? Глядя на тебя, как будто только телевизоры из хат выносил. Ну, тебя не только телевизор вынес. Ещё и штаны, походу. Да чё ты копался до моих штанов? У меня просто нечего больше одеть. Сейчас бабок заработаю и оденусь, прикинусь получше тебя. Тут работёнку какую-то предлагают. Не знаю, возьмут нас или нет. Потому что ты выглядишь, как абрыган какой-то. Нас могут и не взять из-за тебя. Глухой немного рубероид у нас попался, но ничего. В принципе, видно, что парень такой нормальный. Ёлки-палки! Просто летают тут по дороге, по встречке. Ты если магазин какой-нибудь увидишь, скажи, а то похавать хочется. Хорошо. О, магазинчик, нормально. Ой, прям в животе жёстко урчит. Рубероид, я тебя потерял уже. Я же сказал, что в магазин. Тебе идёт, кстати. Прическа прям как пачка сигарет сзади. Ну поехали, посмотрим работу-то. Чё, где работа? Да отдохнуть маленько. Выдохся вообще, не могу. Еле поднялся сюда наверх. Видишь, в траву упал. О, ух, с горки-то как пошёл красиво. Так, ну а чё тут? Принимают на работу-то или нет? Отделение почты. Не знаю, только можно ли работать тут простому парню, как я. Блин, надо в мэрию ехать. Ёлки-палки. Так просто не принимают. Модные какие-то на тачках крутых. Сейчас попробую тоже немного как бы приодеться, что ли. Тут штаны оставил, смотри-ка. Дяденька, с вами всё хорошо? Да, всё отлично. Вы где-то штаны забыли. Может, это ваши? Да я тоже смотрю на них. Похоже на мои. Я примерю, вы не против? Не-не-не, не против. Мне наоборот будет лучше. О, вроде бы подходит. Ну да, вроде мой размерчик. Они свободно кроют, думаю, вам подойдут. Сейчас ещё что-нибудь здесь посмотрю. А то как-то на улице похолодало уже. Да, вечерком надо потихоньку одеваться. Я тут недавно хотел согреться и случайно, в общем, сгорел в костре. Да, но как вы, думаю, у вас ключи подлатали, всё нормально будет. Ну да, в целом, как бы подлатали, но не особо, как видите, лицо до сих пор такое обгорелое. Ну, думаю, если немножко поработать, у нас есть социальные системы, то можно, как говорится, лицо назад. Думаете, медицина поможет, да, пластическая хирургия? Да, медицина не только такое выдело. И даже молодым девушкам, у которых не было носа из-за некоторых болезней, по-новым делали. То есть, я вам всё просто не буду рассказывать, но знаю и видела. Звучит достаточно жёстко. Ну, я верю вам на слово. Да, оно звучит как бы жёстко, может быть, и сжасается, но скажу да. Ну, ладно, рад был с вами пообщаться, а пойду дальше прогуливаться. Может, что-то теплее возьмёте на ноги хотя бы? Да, пожалуй, посмотрю что-нибудь. Да, потому что, ну, реально комари есть. Так, чё возьмём? Такие штаны вот какие-нибудь. Так, вот такие штаны купить. Так, и куртка, какая-то нам нужна куртка, чтобы, ну, как бы, не так холодно было. Так, и, наверное, какой-нибудь головной убор нам нужен. Отлично. Вот теперь точно не замёрзну. Такси? Да не, спасибо, братан, денег не особо. А, там много не надо. Да я так, на велике, чисто здоровый образ жизни. Понял, понял. Вот прикид новое прикупил, ну, чтобы не замерзать по ночам. Правильно, правильно, а я в машине, чтобы не замерзать. Тоже правильно, хорошее движение. Да. А ты давно вообще в штате? Я буквально день назад заехал. Вчера, сегодня. Я сам недавно прибыл. Меня зовут Борис. Я из постсоветского пространства. Да я тоже. Меня Егор зовут. Отлично, Егор. Может быть, ещё увидимся. Хорошей тебе работы. Да, спасибо, брат. Давай. Да, давай. Давайте попробуем найти здесь кого-нибудь, кто отвечает в целом за трудоустройство. Так, вот. Вот это мадам. Кажется, она занимается работами, да? Здравствуйте, мадам. Что у вас тут есть? Электрик, да? И газонокосильщик. И почтальон. Мне кажется, я хочу быть почтальоном. Всегда думал, нет лицензии, понятно. А электриком? О, отлично, отлично. Теперь можно работать электриком. Я никогда не думал, что из меня получится электрик, но... Всегда можно попробовать. Тут что-то все... Мажоры какие-то тусуются. Ничего, ничего. Придёт время, и я смогу. Если позволить какую-нибудь машину. Может быть, даже жильё. Сэр, я устраиваться на работу. Я так понимаю, что к вам нужно, да? О! О! Даже форму выдали. Флэш. Очень смешно. В принципе, работа-то и не пыльная так-то. Самое главное, что... Сейчас поработаю и... Смогу чё-то уже прикупить себе. А там не Руби, случайно? Рубероид! Я тебя потерял, братан! А-а-а, да я там тачку успел уже этот... Хочешь, покатайся, пока её не угнали? Она там стоит возле... Ты спёр тачку, хочешь сказать? Ну так, немножко там взял покататься. Пойду посмотрю, что там за тачка. Ё-моё! Вот это аппарат! Нормально! Ха-ха-ха-ха! Где он её спёр? О-о-о-о! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Вот это прикол! Хорош! Тачка, огонь! Где ты её удыбал? Ну так надо знать места. Ласточка моя. Хорош, хорош. А я только вот приоделся чуть-чуть, да в мэрию сгонял. И сюда сразу. Ну хочешь, покатаемся сейчас, погнали. Давай, сейчас надо... Отдать эту одежду. Как тебе прикид, мой? Ну... Ничего особо не поменялось. Мне девушка одна сказала, что выгляжу просто как мачо. А-а-а. Багажный, говорю, закрыт. Я хотел посмотреть, что там. Мало ли. Машина заряжена. А-а-а. Я ещё не понял, как тут коробку переключать. Что-то это... Газует, сцепа не работает. Зато дрифтует чётко прям. Слушай, а тебе не кажется, что эта машина на российскую похожа? Я раньше на родине такие видел. Ну, на тебя она похожа немного. Ну, ты-то, понятно, в России не бывал никогда. Ты, кстати, откуда сам? Из Зимбаббова, наверное, да? Не-не-не, отсюда, отсюда. Из Америки тут родился? Да. А может, её поэтому и выкинули, что она не едет ни хрена? Да я не знаю. Тут уже и мопед угонял. Тоже чё-то не разобрался с ним. Да ты поехал. Быстрее, Руби, садись. Слушай, ты чё-то побыстрее валишь на неё. Да я просто умею. Я просто умею переключаться. Я же ездил на механике, а ты, наверное, привык на своих автоматах. Оооо, смотри, как дал угла. Ну, чё там за тачки стоят? Поехали туда. Нарядные тачки. Вот тут бабки водятся. Ну-ка. Ну, по крайней мере, может хоть посидеть в ней. Колёса покрутить туда-сюда. Ладно, надо выходить, а то ещё кто-нибудь вломит. Господи. Руби, ты что? Откуда ты свалился, дядя? Дружище, тебе совсем плохо? Так, чё-то ему вообще поплохело прямо. Блин, как же ему помочь-то? Даже не знаю, чё тут, может, надо. Типа 9-1-1. ЕМС, это, надеюсь, то, что надо. По-моему, человеку плохо. Здравствуйте, тут человеку совсем плохо. Но он прямо на моих глазах сверху упал. Руби, ты как ожил? О, благодарю вас. Хорошо. Спасибо, маэм. Да, конечно, ожил ты. Такая мадам меня оживила. Я видел, как ты упал прямо вот оттуда сверху. Не хочу даже знать, как это произошло. То я облокотился неудачно. Это уж я подумал, что это БЧАРа тебя скинул. Не, никто не поедет. Чё это? Сраный бензин. Да ты чё, угораешь, что ли? Надо слить где-то. Да ты прямо вот оттуда, вот оттуда, прям сюда, раз, тошмяк. Вот прямо оттуда, сюда, раз, и всё. О, привет, дружище. Здарова. Я смотрю, ты тут тоже друзей нашёл себе. Да, тут друголёчку совсем не очень. Он только что с крыши упал. О, ничего, и как ему? Как видишь, немного вштырило. Могу дать пиццу. Да, я уже съел тут с мусорки. Ага. В смысле, с мусорки там чуть-чуть можно взять. Ну, там, обрезал пачку. А, ну похилился, короче, понял. Медицина российская работает. Так, ну что, давайте знакомиться, задолбал. Давай, давай, я Борис Ворон. Жми руку, крабас. Сейчас ещё раз. Давай. Ёл. Отлично. Жалко. Я уже думал, всё. Кореша навеки. Это всего лишь рубероид. В чёрной натуре. Рубероид упал с крыши. Ну, ничего нового, в принципе. Ну, там такая докторша приезжала, поднимала его. В принципе, я бы тоже поднялся. А-а-а. Ну, да. И не только ты, да? Само собой. Так ты тут тоже недавно, да, получается? Ну, получается, да. Ну, вот парни скидывают, езжу, таксую парни, скидывают бабочки. Ночью много делают, но очень редкие заказы. Днём было прям хорошо, там по 9 тысяч скидывал парень один. Вот. По 9 тысяч это ещё чаевые? Ну, типа, да, типа, вот такое, вот доброты душевных. Или бабок много, не знаю. Короче, я говорю, 50-100, 50-500 заказ стоит вообще. Смотря какое расстояние, сам там выбираешь. Но человек может скинуть сколько хочешь, естественно. Полетела, полетела. А какого-то нужны или нет? Да, нужны, можно сдать. Ну, сначала сдаёшь на права, а потом в такси, значит, да. Да, тебе нужно, хотя можно и без этого, наверное, знаю. В общем, тебе на права, на легковушку около полторы тысячи или тысячи нужно. На грузовой, этот, дальнобойщиком, короче, 2500, по-моему. Вот я оба сдал уже давно, ещё днём. Вот катаюсь пока на такси. Ну, такси самая весёлая работа, на самом деле. Чё-то ездишь. Ну, с людьми общаешься. Ну, да. Там, ну, большинство, естественно, не особо разговаривают, но всё равно люди всё-таки. А так вообще, чё-нибудь где-то отдыхаешь здесь? Может, бар какой-нибудь тут есть или ещё что-нибудь? Да сам, честно говоря, не знаю. Ну, вот казино приехал, думаю, сейчас такси наберу. О, молодой человек, такси! 219, молодой человек. Понял. Необщительный, да, попался. Да. Да чё-то езжу, прикалываюсь, типа это. Фереметьевый 500. Южные ворота 1000. Так-то у нас планы грандиозные. Мы бы хотели, наверное, тут что-нибудь развернуться. Если ты понимаешь, с чём я. Ну да, что-нибудь грубую банду какую-нибудь сделать. Ну да, что-то такое. Надо двигаться, а то так и будем электриками и таксистами. Ну да, 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 да. Да, мы тоже тут с пацанами, типа это, скопим все бабки усиленно. Короче, кто-то из нас посчитал, что типа 170 тысяч, вот, чтобы основать такую организацию неплохую. Вот. В принципе, есть туда варианты. Все позиционируют. Ну и чтобы на жизнь хватало там пушки и стволы, и да, вот это всё. Воровать. Вот меня дальнобойщиком поехал. Сегодня вот вечером как раз. Стопанули, короче, прям на дороге. Я из машины не вышел, начал отъезжать. Думаю, сейчас свалю от них. Они как начали стрелять, короче, убили меня со второго выстрела. Рэкет тут просто второй раз ехал. Забавные попались грабители. Меня, правда, не ограбили, но так, убили. Да, здорово. Чё, чё сам делаешь? Понял. Вот. Не, ну рэкет дело серьёзное, чё. Можно, наверное, тоже как-то пробовать. Борис. Ладно, ребят, будем, значит, на этом, наверное, заканчивать. В общем, такая серия получилась. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. И всем пока. И всем пока.